Накануне Дня Белорусской милиции, который отметили 4 марта в Доме культуры жизнедорожников, прошел торжественный вечер, посвященный профессиональному празднику. Среди приглашенных в зале руководства Оршанского райисполкома сотрудники милиции, члены их семей, ветераны органов внутренних дел. Участников торжественного вечера приветствовал первый заместитель председателя Оршанского райисполкома Сергей Пац. Лучшие сотрудники Оршанского гарнизона милиции отмечены почетными грамотами, благодарностями Оршанского райисполкома и Оршанского районного совета депутатов. С профессиональным праздником поздравили коллег начальника Оршанского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь, полковник милиции Дмитрий Коваленко, начальник Оршанского отдела внутренних дел на транспорте, подполковник милиции Олег Юрченко, начальник управления внутренних дел Оршанского райисполкома, полковник милиции Сергей Боровенков. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, золотой фонд белорусской милиции – это ветераны. Выражаю глубокую признательность ветеранам Аршанщины, чей вклад в сохранение и развитие служебных традиций правоохранительных органов неоценим. Мы будем делать все возможное, чтобы вы постоянно чувствовали поддержку и получали необходимую помощь, а ваши знания и умения были востребованы для принятия нашим молодым поколениям. Настоящее будущее органов внутренних дел – это действующие сотрудники органов внутренних дел, на плечах которых не только погоны, но и ответственность за состояние правопорядка. По итогам работы за 2022 год Управление внутренних дел Аршанского райисполкома занимает одной из лидирующих позиций в оперативно-служебной деятельности. Сотрудники Аршанской милиции являлись призерами областных и республиканских конкурсов, а отдел по гражданству и миграции УД Аршанского райисполкома признан лучшим подразделением по гражданству и миграции органов внутренних дел Витебской области. К профессиональному празднику для сотрудников милиции коллектив ДКЖ подготовил концертную программу с участием лучших творческих коллективов города. Сергей Бойко, Алексей Цибульский, телекомпания «Скиф». Благодарим Александра Николаева за предоставленные видеоматериалы.